Найда не первый раз на приеме у ветврача. Осмотр переносит спокойно, однако в разговоре со специалистом ее хозяйка упомянула. В начале октября не удалось найти нужный препарат для любимицы. Ветеринарный врач успокоил, выписал альтернативное лекарство, а потому за здоровье четвероногого члена семьи Веры Ивановна спокойно. Так получилось, что мы какое-то время не были на прививках, потому что эта собака была покойной моей дочери, а вот сейчас возобновляем прививки. В спокойствии могут похвастаться далеко не все владельцы домашних животных. Среди некоторых бытует мнение, что если не в этом году, так в следующем точно в Россию окончательно перестанут поставлять импортные ветпрепараты, что обернется для четвероногих. Трагедии. Ссылаются обеспокоенные хозяева на статистику из глобальной сети. Нашей стране отказывают в получении соответствующего сертификата на продажу 80% случаев. Однако региональные специалисты обнадеживают. Дефицит отечественных лекарств действительно есть. Тем не менее, отечественные производители уже начали заполнять освободившуюся нишу. На сегодняшний день существует определенный дефицит, опять-таки по некоторым нозологическим формам. То есть это препараты для лечения онкологических заболеваний, препараты для седативных целей. Но на сегодняшний день достаточно большое количество существует уже дженериков, аналогов как российского производства, так и производства Китая и Индия. То есть они замещают этот рынок. Основной нюанс при работе с аналоговыми препаратами – их скромный ассортимент. Если раньше врачи предлагали широкий выбор препаратов для вакцинации, то сейчас этот список сократился до двух-трех вариантов в зависимости от породы и особенностей здоровья животного. Среди них по-прежнему остаются те немногие лекарства, которые продолжают поступать с западных стран. Однако их стоимость выше отечественных. По рядам позиций можно сказать, что цена возросла значительно. Это по ряду, например, инсектоакарицидных препаратов для профилактики заболевания, поражения блохами, волосоедами, клещами. В основном владельцы собак и кошек успели адаптироваться к ситуации. Если не удается раздобыть уже проверенный препарат, врач подбирает альтернативу. Многие и вовсе не почувствовали уход зарубежных поставщиков. В основном новую реальность ощутили хозяева, чьи питомцы страдают от аллергии или хронических заболеваний. Специалисты сетуют на то, что в скором будущем список отечественных препаратов расширится, и все животные смогут получить должное лечение. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.